Привет, дорогие друзья! С вами видеожурнал Клинок и Егоров Михаил. Мы продолжаем свое путешествие по Ворсме. И для начала видео мы выбрали потрясающий живописнейший пейзаж. Но, тем не менее, сегодня мы приехали на самое современное и технологичное ножевое производство в Ворсме, а именно на завод Саро. И сейчас мы с вами вместе с Андреем Воропаевым пройдем по производству и увидим все самые свежие и вкусные новинки от Саро и узнаем, что они привезут на Клинок в декабре. Пойдемте! Андрей, приветствую! Мы очень рады, наконец, побывать в ваших стенах. Взаимно. Рад вас здесь встретить. Андрей, расскажи, пожалуйста, коротенько, но емко, с чего начинался завод Саро и что он из себя представляет сегодня и чем занимается в первую очередь? Завод Саро начинался с производства ножей, в первую очередь складных ножей, да и не только. В 1996 году тема была чрезвычайно популярной. Я помню очереди к стенду Саро на первых выставках, клинок, на которых компания наша также участвовала. Затем был период работы с Министерством обороны. Ну и на сегодняшний день мы возвращаемся к теме коммерческой продукции с помощью нового ассортимента, с помощью новых технологий, которые на сегодняшний день нам стали доступны. Специалисты, которые работают уже на станках нового поколения. И рассчитываем сейчас заново снова выйти на рынок и, так сказать, на новом уровне. Вы планируете российский рынок покорить складными ножами или какие-то модели с фиксированным клинком тоже у вас планируются интересные? Мы однозначно планируем его покорить. Какие модели окажутся более востребованными, мы, соответственно, и по складным ножам движемся, и по фиксидам тоже. На сегодняшний день больше по складным. Но в планах по фиксидам тоже есть интересные планы. Я так понимаю, вот эта модель появилась не так давно, и вы ее представили на осеннем клинке. Да. Хороший флиппер, приятный. В каких он бывает исполнениях? По металлу, по рукояти? Нож, чиж, изначально разработан, значит, это вторая версия ножа. Называется он у нас Chish Next. Он представлен в виде фреймлока. Первая версия ножа, нож просто Chish, появилась в 2016 году, разработан совместно с Юрием Стрижовым. Это был такой нож с низкими спусками, достаточно такой крепкий, такой ломик карманный, как, значит, можно на нем сказать. Сейчас переродился вот в виде фреймлока. Нож на подшипниках. Многие, на мой взгляд, недооценивают прочность G10. Здесь плашка, накладка рукояти выполняет роль рамы ножа одновременно, выполняет очень удачно. Мы ее тестировали многократно. Тела вращения, то есть осевая система, которую мы полностью здесь изготавливаем. Она сегментирована, защищена от проворота. Интересный момент. Винт осевой мы сделали под 5-рублевую монету для того, чтобы можно было регулировать и разбирать нож. По версиям, есть версия с клинком из стали K110, соответственно, 62 единицы твердости. Мы ее калим. И есть версия с клинком из Элмакс. Вот она. Версия с Элмаксом идет с карбоновой рукоятью и, соответственно, без шпенька. Ну, серийно. Соответственно, длина режущей кромки увеличена за счет этого. Вот, 5 вариантов цвета по рукояти. Вот здесь можно видеть, соответственно, черный, красный, белый, оранжевый, синий. Многие производители складных ножей некоторую оснастку, метизы, например, они производят сами. Некоторые закупают. Насколько локализовано производство Чижа? В Чиже 4 покупных детали. Это два подшипника и два винта. Вот здесь, в задней части ножа, под винт Torx. Все остальное полностью производится здесь у нас, в наших стенах. То есть сюда приходит листовой металл, будь то металл, листовой материал, будь то металл, вот, либо прутки, соответственно. И мы уже выпускаем полностью готовый нож. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле очень впечатляет такой высокий уровень локализации производства. И я думаю, я окажусь прав, если скажу, что, в принципе, с таким набором станков и с таким хорошим штатом профессионалов, которые у вас работают, наладить производство какой-то новой модели не так сложно, в принципе. И это не только могут быть складные ножи или ножи с фиксированным клинком, но в том числе, например, и метательные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, с метательными ножами история такая, что мы работаем в коллаборации с компанией DXB Sport. DXB заказывает нам ножи. Мы в достаточно больших количествах их изготавливаем. И, соответственно, мы работаем с тремя авторами. Это Дмитрий Мельников, многократный чемпион мира по метанию ножей, автор мирового рекорда на дальность метания. Дмитрий Брумирский и Артем Дмитриев. Соответственно, немного различаются визуально ножи от этих авторов. На сегодняшний день получился пример такой весьма удачной коллаборации. Ножи продаются по всему миру, в Америке, на Амазоне они представлены. Вот такая история, да, благодаря нашему, так сказать, парку, благодаря нашим специалистам удалось это воплотить. Меня на самом деле очень сильно зацепил вот этот авторский нож. Они все, да, авторские, метательные. Очень непривычная форма клинка, такое, какое-то пламя такое. Называется хищнец. В принципе, есть какая-то история у того, как это появилось? Да, безусловно, конечно. История заключается в том, что этот нож был заказан нам именно в таком виде. Мы воплотили его в точности по эскизам автора и производим, и поставляем. Автор доволен, клиенты довольны, все благополучно. Вот моя история с этим ножом. На этом заканчивается, как и с любым другим метательным ножом. К слову, я заметил, что ваша коллаборация, она не ограничилась в этом году только совместным производством, изготовлением. Вы и на клинке совместно стояли с DXB. Да. Планируете дальше как-то совмещать? Да, нам очень нравится это. Мы дружим. У нас помимо коллаборации деловой, есть еще и хорошие личные отношения с ребятами. И, соответственно, нам приятно в дружеской компании на клинке участвовать. Вот, поэтому, да, мы и на будущем клинке, я надеюсь, что тоже будем стоять вместе на стенде. Плюс это привлекает людей разноплановых на наш стенд. То есть, если люди интересуются, например, складными ножами, а тема метания, она на сегодняшний день, очевидно, совершенно набирает большие обороты. И человек заинтересовывается темой метания ножей. Вот, это замечательный способ, так сказать, отдохнуть, развить себя, познать себя. Тема замечательная. И люди погружаются в нее тоже. Благо Дмитрий Брумирский, который присутствовал на стенде и будет присутствовать. Я надеюсь, так сказать, большой специалист по части этой темы. Вот, и сотрудничество в этом плане приобретает тоже новые горизонты, открывает новые, так сказать, возможности. В то же время люди, которые только метательными ножами, не то, что только, а которые пришли именно к Дмитрию, да, для того, чтобы посмотреть все ножи, да, иметь возможность взять нож в руку. Вот, обращать внимание на наши вещи, поэтому это интересно. А сам занимаешься металлами в свободное время? Совсем немного, к сожалению. То есть, те, очень ценные те моменты, когда удается позаниматься, но пока очень мало. Кстати, о новой линейке. Вы собираетесь ехать на клинок в декабре. Да. 17 по 21. Что привезете новенького? Наверняка что-то уже есть в разработке, что хотелось бы показать. Да. У нас есть нож, бизон. Вот, собственно говоря, мы нигде никогда его еще не показывали. Так сказать, промелькивали у нас в группе ВКонтакте некоторые прототипы. Да, сейчас нож оформился вот в таком виде. Нож на шайбах, без флипа, с клинком Танта. Базовая версия будет идти со сталью К110. Но, в принципе, на сегодняшний день уже принято решение о производстве его в Элмаксе. И, соответственно, Н690 планируем. Вообще по всей линейке, вот ближайшие планы, это Н690 и ЕС-35. Благо, так сказать, технологическая возможность есть, чтобы не, так сказать, портить этот металл раскроем на лазере. То есть есть возможность на гидроабразиве в своих стенах его кроить. Соответственно, вот планируем благодаря этому выйти еще на новые стали для всей линейки. Вот. Ну, вот этот нож, в частности, сейчас пока тоже будет в двух вариантах. И на клинке он обязательно появится. Кстати, будет в трех вариантах. Уже чуть позже, может быть, мы в цеху посмотрим, так сказать, ножи в работе. То есть будет тоже в белом, в красном цвете, помимо черного. Вот это одна из новинок, которую мы планируем показать. Тут есть насечки, стеклобой, рукоять фрикционная, достаточно, так сказать, ухватистая, на мой взгляд, лайн-лок. Вот. Кроме того, еще у нас есть сейчас тема, прорабатывается, и на выставку обязательно. В первую очередь именно для выставки. Мы привезем эти ножи. Мы на сегодняшний день решили попробовать переосмыслить тему ножей с паракордом. То есть ножей, ну, скажем так, с веревочной рукоятью, как это раньше называлось. Достаточно большой ассортимент СОРО вначале составляли ножи вот с такой рукоятью, да, такой некий. И эконом-вариант в то же время имеет там ряд своих преимуществ. Мы сегодня решили попробовать вывести эту тему на новый уровень. Благодаря сотрудничеству с известным в паракордовых кругах человеком, который импортирует в Россию паракорд, компания Wickers Cords. Мы разработали ножи, которые непосредственно под обмотку паракордом. Кроме того, там будет сочетаться рукоять паракорд плюс G10. Соответственно, накладки и цвет паракорда можно будет менять, и можно будет свой нож, так сказать, по-разному... Ваш нож может по-разному выглядеть, в зависимости от того, как вам этого хочется. То есть продаваться он будет в скелетном исполнении, и дальше уже можно будет... Нет, он будет продаваться уже готовый, с накладками и с паракордом. При желании можно будет просто менять цвет накладки или цвет паракорда. Андрей, создание ножа – это не только технический процесс, в котором задействованы инженеры и станки. Это еще в первую очередь и разработка дизайна, это какая-то идея. Кто принимает участие в создании концептов? Тут история такая. В любом случае мы стараемся работать со специалистами, которые знают, как это должно быть, как это должно быть устроено. Если мы говорим о каком-то ноже с тактической направленностью, то не привлекая специалиста, который имеет опыт, не просто в создании ножей, а именно в какой-то такой специфической работе, нож хороший создать невозможно. Поэтому изначально, конечно, когда САР установилась и в первые годы работы, большое значение имел Игорь Александрович Скрулев. И ножи, которые до сих пор, ножи тот же Оборотень, например, или Крот-Лопат, или тот же самый экспедиционный, мы здесь их сейчас видим, они сейчас до сих пор есть в ассортименте. Это ножи, которым приложил руку Игорь Александрович Скрулев. Впоследствии сейчас господин Мельников, которого мы, Дмитрий, которого мы сегодня упоминали по метательным ножам, он имеет опыт работы в спецслужбах, большой энтузиаст по поводу того, чтобы нарисовать нож. Соответственно, мы можем видеть ножи Багира и Кром. Дизайн этих ножей разработан Дмитрием Мельниковым на основе его опыта использования тактических ножей. В то же время, нож произвести, нож в конечном итоге сделать, то, собственно говоря, и разработать невозможно без привязки к производству, к технологическим возможностям, которые есть. Поэтому, скажем так, вот вы в руках держите нож Багира с фиксированным клинком, а у нас есть Багира складная. И сделать из одного другое, то есть, по сути, это, конечно, нож, который очень сильно отличается от ножа с фиксированным клинком. Здесь технологий гораздо больше, и без понимания, с какой точностью у тебя работает ЧПО-оборудование, без понимания, какие возможности есть у инструмента обрабатывающего и так далее, такой нож не создать, не сделать. Соответственно, здесь у нас в стенах проходит большая работа по созданию всех технологий, маршрутных карт, испытаний. Очень много испытаний проводится, то есть, что у нас станки могут, что не могут, так сказать, какую оснастку нужно еще сделать, что где-то, так сказать, какие-то технологические процессы ускорить, облегчить, либо наоборот необходимо, так сказать, что-то дополнительное. Чем дополнен технологический процесс, технологические карты пишутся. Соответственно, весь вот этот процесс приводит в конечном итоге к созданию вот такого ножа. Поэтому совершенно справедливо, что не только в станке и в оборудовании, конечно, дело. Дело, конечно, в первую очередь в специалистах, которые здесь работают и которые делают это все возможное. Ну, к слову о станках. Я обратил внимание, да и показали нам это, и рассказали, что, в принципе, для вас какая-то ограниченность станка не является проблемой, потому что вы просто в какой-то момент решаете его доработать, модернизировать. Ну, есть такой опыт, да. То есть, остались ли еще станки без ваших модификаций на заводе? Да, поле непаханное, да. Еще модифицировать и модифицировать. Ну, у нас есть опыт, когда мы брали станок, обычный фрезерный станок, например, навешивали на нее систему ЧПУ, и он благополучно, так сказать, работал, показал себя. Опыт работы по заказам Министерства обороны, например, показал, что станки таким образом модифицированы, способны работать до трех смен и несколько месяцев подряд. То есть, реально есть такой опыт и показывает себя замечательно при должном техническом обслуживании. Как вариант. Либо были станки, которые умели точить, а мы их научили фрезеровать, и тоже благополучно они справляются на данный момент. К слову, в Министерстве обороны, я так понимаю, ваш старый якорный госзаказ закончился, но вы продолжаете делать ножи для авиации. Да, одна из тем сотрудничества у нас – это ножи для носимых аварийных запасов летчиков. Кстати, сами носимые аварийные НАЗы летчиков мы тоже здесь шьем и комплектуем. И нож, который поставляется в этот НАЗ, это нож авиационный, это достаточно давно происходит. Сейчас он присутствует в НАЗе в таком упрощенном виде, а изначально это был нож вот такого вида. То есть мы сделали нож именно в том виде, в котором он лежит в музеях. Это латунный прибор, это клинок, основной клинок толще, чем пила. Вот обратите внимание, такой нюанс, по крайней мере, образец из музея, который мы брали за основу, там было именно так, мы решили это оставить, повторить. А история создания именно этой модификации ножа такова. Мы подружились с очень интересными людьми в Москве. Они занимаются восстановлением старых самолетов. Называется «Команда Ил-14». Они совершенно потрясающе, они берут, так сказать, технику в состоянии, находят технику в состоянии буквально, так сказать, очень плачевном, очень печальном. И добиваются, поднимают эти самолеты в воздух и участвуют в выставках. И вдохновленные, и по их просьбе мы сделали вот эту версию ножа, называется, ну, у нас в ассортименте называется «Авиационный Ил-14». Соответственно, для них тоже мы делали, там, с гравировкой, с номером самолетов именно, к которому нож приурочивался. Имеет достаточно точную механику, то есть никаких люфтов, все, так сказать, щелкает, все. Очень плавно при этом. Да, все плавно работает. Ну и также сделали, попробовали сделать современную версию ножа, да, более технологичную. Вот здесь можем видеть нож в водопредметном варианте, есть такой же двухпредметный нож, сталь тоже К-110, здесь используется наравне с АУС-6. То есть вот эта линейка получила вот такое развитие, как бы и в прошлое, и в будущее. Да, я бы его, на самом деле, вот сюда переместил, потому что в этой линии он смотрится гармоничнее. Немножечко хочется спросить о сталях. Количество сталей, с которыми вы работаете, я так понял, оно не сильно широкое. На сегодняшний день, да. Да, то есть это осознанно, то есть вы осознанно не расширяете ассортимент сталей, с которыми работаете. Это какой-то предмет выбора долгих изысканий, потому что есть соседи, которые с чем попросишь, с тем работают. Да, безусловно, мера в определенной степени вынужденная. Вообще изначально ножи саро традиционно выполнялись с самых простейших сталей. То есть была вообще политика производства такая, что нож должен быть максимально дешевым. При этом, на самом деле, он себя оправдывал долгое время, и на сегодняшний день это по большому счету оправдывает. То есть самые простые какие-то ножи из стали 65Х13 или АУС-6, вот впоследствии, как здесь. Да, он, так сказать, он нож, да, то есть он совершенно нормально выполняет какие-то основные задачи, достаточно легко его поправить и так далее. Впоследствии сейчас рынок стал требовать и новые изделия мы выбрали сталь К110 как аналог Д2, ну потому что без такого плана металл сегодня трудно на рынке присутствовать. И взяли в качестве топовой стали на сегодняшний день Элмакс. Задач очень много, каждый материал требует к себе очень тщательного подхода по термообработке. И, соответственно, сегодня на этом остановились. Планируем в ближайшее время расширять. Благо, есть технологическая возможность кроить металл на установке гидроабразивной резки, которая исключает выжигание углерода из зоны реза. Ну и там ряд еще технологических моментов, которые позволяют нам сейчас ассортимент расширять. Ответ на ваш вопрос просто не успели еще. Я вижу, на столе здесь лежат еще и линейка кухонных ножей. Я думаю, это тоже один из признаков возвращения все-таки в коммерческое русло вашего производства. Да, мы сейчас вот запустили линейку небольшую кухонных ножей. Ну, делаем все, что сегодня на рынке так или иначе востребовано. То есть, имея технологии на сегодняшний день по термообработке стали, по шлифовке, по ЧПО обработке, стараемся, так сказать, расширить на наибольшее количество ниш возможностей. В том числе, вот, вообще, на самом деле, очень часто знакомые просят сделать хороший кухонный нож. Как-то не удается им найти где-то еще. Соответственно, я имею в виду, конечно, не ворсманских производителей, у которых, я знаю, очень богат, отличный выбор по ножам. Ну, я имею в виду, в Икеа нож купили, не понравился, а сделай. И, на самом деле, на протяжении, вот сколько я ножами со школы занимаюсь, и на выставках участвую, и вопрос о кухонных ножах, на самом деле, звучит постоянно. Несмотря на то, что на сегодняшний день уже, да, достаточно много кухонных ножей, и в том числе ворсмин производится, мы знаем, японские замечательные ножи. Тем не менее, этот вопрос звучит, и все равно люди хотят, так сказать, нас спрашивают о кухонных ножах. Я на это дело ответил таким вот образом. Мне кажется, на сегодняшний день нет производителя в России, который бы так или иначе не делал кухонную серию. Теперь да, теперь нет, теперь их не осталось. Я думаю, зрители согласятся с нами, что нужно будет весной на весеннем клинке. Зимой у нас этой программы конкурсной не будет сейчас, я думаю, в следующем декабре будет, сейчас нет. Но весной нужно будет обязательно хотя бы один из ножей подать на конкурс кухонных ножей, чтобы он прошел испытание. Конечно. И испытание мясом. Друзья, мы начали с живописным пейзажем, и живописным пейзажем заканчиваем. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть это видео. Мне было очень интересно побывать на заводе Саро, побеседовать с Андреем Воропаевым, увидеть производство и увидеть новинки, которые они привезут на выставку клинок с 17 по 21 декабря. Большое спасибо, что смотрели. Ставьте лайки или дизлайки, пишите комментарии, и обязательно подписывайтесь, чтобы увидеть еще больше интересных видео, таких как это. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok